Взрыв у школы. Включив найденный фонарик, мужчина запустил взрывное устройство. Паниковать не надо. Еще несколько фонариков, принятых ростовчанами за взрывные устройства, таковыми не оказались. Взлет и 8 часов до цели. Истребители, базирующиеся в Миллерово, проводят дальние стрельбы на неизвестных полигонах в Бурятии. Поготовка к заправке топлива в воздухе, подготовка к выполнению боевых задач на полигоне. И на песках растут деревья. Пустыню Обливского района превращают в леса. Здесь корневая система хорошая. То есть хватит жизненных сил ему достать самому пропитание. Газон на поле зазеленеет в мае. Готовность ростов-арены уже 76%. Белая кровля, синий в основном сиденье. У нас будет ряд красный абсолютно. Пришло время первых. Евгений Миронов представил в Ростове фильм о первом выходе человека в открытый космос. Он был очень впечатлен. Сказал, что ему впервые стало страшно, увидев то, что на экране делаешь, что с ним произошло. Взрыв у ростовской школы номер пять прогремел сегодня около семи утра. Школьный сторож подобрал фонарик, включил и сработало самодельное взрывное устройство. Пострадавший получил ранение в живот. Ему оторвало кисть правой руки и пальцы левой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который оставил взрывное устройство на асфальте. Пострадавший мужчина 46 лет был следующим прохожим. Его доставили в БСМП-2. Травмированный пациент доставлен сегодня в 7.37 бригадой скорой медицинской помощи с травмами. Травматологическая бригада осмотрен и в тот же час прооперирован. В настоящее время он находится в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 со значком 1 УК РФ, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств. И части 3 статьи 30 пункт Е, части 2 статьи 105 УК РФ, покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. Давший днем пресс-конференцию начальник ростовского управления по делам ГО и ЧС заявил информацию о том, что такой же фонарик нашли в Ростове накануне вечером ложное. Не подтверждают правоохранители и слухи о еще одном сегодняшнем взрыве на Ченцова. Глава администрации провел оперативное совещание с заместителями, главами районов, руководителями соответствующих служб и структур, на котором была поставлена задача по усилению выполнения требований мер безопасности населения города Ростова. Пострадавших среди учеников нет. В школе на социалистической занятии не проводили. Территорию оцепили на участке от переулка Нахичеванского до Большой Садовой. Работали следователи, криминалисты, саперы. Проверки проводятся во всех детсадах и школах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по поводу взрыва в Ростове заявил, что эта тема требует повышенного уровня работы со стороны спецслужб, что и делается. Также ситуацию прокомментировал начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин. В рамках обеспечения антитеррористической безопасности граждан области на настоящий момент осуществляется комплекс мероприятий в взаимодействии с правоохранительными службами региона с целью недопущения происшествий в местах массового скопления людей, в том числе детей. Соответствующие указания по повышению мер безопасности даны региональным министерствам и ведомствам, главам муниципальных образований области. Ситуация находится под постоянным контролем губернатора и правительства области, а также силовых структур. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в ряде средств массовой информации распространяется недостоверная информация о нахождении взрывных устройств. В связи с этим мы призываем граждан к бдительности, но в то же время не поддаваться на провокации. Узнав, что взрывное устройство спрятали в фонарик, ростовчане проявили бдительность и несколько раз вызывали взрывотехников. Оцепляли территорию на Пушкинской у дома Кеном, подозрительный предмет заметили у памятника Высоцкому. Начало второго, да. Вышли, уже здесь оцепление было. Не пускали туда никого. Не разрешали ни туда идти, ни оттуда вообще не ходили. Там по наддомам только ходили люди. Предничтожили взрывотехники. Оказалось, взрывчатки в нем не было, как и в игрушке, найденной на детской площадке во дворе на Береговой. Один из сотрудников полиции рассказал, что здесь лежит взрывчатка, чтобы мы сюда не ходили. Потом мы отсюда увидели, как полицейские пустили какого-то робота. Вот эта штука, она разорвалась. Робот проехал, задел. Обнаруженные фонарики были исследованы и установлены, что они не содержали каких-либо взрывчатых веществ и опасности для окружающих. Не представляли. Специалисты призывают не поддаваться панике и перепроверять информацию, которая может кого-то напугать. Люди что-то услышали, нет подтверждения в официальных источниках. Они начинают тут же что-то придумывать, что-то додумывать, домысливать. Поэтому очень важно, если пришли какие-то сообщения в группы, родительские группы, которые пишут, мы слышали, что-то происходит, что-то случилось. Нужно всю информацию проверять. Ни в коем случае не стоит ее транслировать дальше. Следственный комитет напоминает за распространение заведомо ложной информации грозить ответственность. А вот при обнаружении подозрительных предметов нужно обращаться в полицию. После взрыва в Ростове по всей области принимаются усиленные меры безопасности, сообщил председатель Донского парламента на собрании фракции «Единая Россия». В территориях, вместе с коллегами из органов местного самоуправления, из правоохранительных органов, обращайте, пожалуйста, внимание на все вещи, связанные вот с такими ситуациями. Дальше депутаты перешли к запланированным темам. Говорили в частности о развитии молочного животноводства. Наш регион – один из российских лидеров в этом направлении и планирует серьезно развиваться. В этом году, в 2016 год, введено где-то на 1400 мест Дойнастада и планируется в 2017-2018 году еще 4,5 тысячи голов дополнительного Дойнастада в развитии животноводства от именно сельхозпредприятий, крупных хозяйств. На развитие молочного животноводства выделяются субсидии из федерального и областного бюджетов. В этом году и следующем направят почти в 4 раза больше средств, чем в прошлом. Второй Всероссийский форум продовольственной безопасности готовится принять Ростовская область. 27 и 28 апреля он соберет в Донской столице лидеров продовольственной индустрии и связанных с ней отраслей. О программе форума сегодня на встрече с коллективом издательского дома Евромедиа рассказал первый зам губернатора Виктор Гончаров. Он отметил обеспокоенности в том, в каких условиях накормить страну уже нет. Продуктов достаточно важно, чтобы они были качественными. Получилось, что в силу определенных обстоятельств Ростовская область и вся Россия на сегодняшний день имеют наиболее чистые продукты, потому что мы не вносим столько удобрений, мы не вносим столько ядохимикатов, столько, сколько вносит Европа, не говоря уже о Китае. Центральной темой форума продовольственной безопасности станут экологически чистые продукты «Основа здоровья нации». Планируется обсудить потенциал их производства и вопросы контроля качества. Мы хотим видеть руководителя и Россерхознадзора, и Роспотребнадзора. И мы хотим понимать, а есть ли у нас в достаточном ли количестве те же лаборатории и центры контроля, которые могли бы контролировать эту качественную продукцию. Форум уже принял больше трех тысяч заявок. Планируется участие Дмитрия Медведева. Творог догнал молоко, кефир и сливочное масло. Мясниковский молочный завод получил четвертый сертификат, сделанный на Дону. Своё высокое качество доказал творог «Белый медведь» жирностью от 2 до 23%. Выносливый, скороспелый, спокойный, с кучерявыми хохолками и совершенно не похожий на наших. Буренки швидской породы за день дают до 30 литров молока, а общий удой за сутки здесь 14 тонн. Это одно из ведущих хозяйств, являющееся одним из наших основных поставщиков молока сырья. Это компания «Вера» из Матвеево-Курганского района. Высочайшего качества продукция, ежедневные поставки. Вот как вы видите, здесь находится молокоос, в настоящий момент идет дойка. Коровы родом из Швейцарии, а молоко, которое они дают, уже наше местное. Из него и делается творог жирностью от 2 до 23%. Впервые знак качества, сделанного на Дону, вручали на свежем воздухе. На первый ассортиментный перечень они уже получили сертификат на три года. В данном случае они на творог «Белый медведь» получили пока сертификат на один год, но предприятие достаточно активно участвует в этой системе добровольной сертификации. За полгода компания получила сертификаты на молоко, кефир, масло и творог. Причем на молоко и кефир повторно. В планах расширить молочную линейку и ввести новую упаковку. И все это уже в цехе, построенном на территории Мясниковского молзавода. Цех планируют запустить летом. Если сейчас на старой площадке перерабатывается до 150 тонн сырого молока в сутки, то с запуском нового производства цифра возрастет вдвое. Юлия Сурикова, Станислав Фоменко, Дон-24, Матвеево-Курганский и Мясниковские районы. И на песках растут деревья. Северу и северо-востоку области особенно нужен лес, чтобы не стать пустыней. Наша съемочная группа отправилась в Обливский район понаблюдать, как завершается весенняя посадка молодых лесов. Зыбучие пески. На этих землях не приживаются зерновые культуры. Специалисты называют почву непригодной для сельского хозяйства. Единственное спасение – высадка еловых деревьев и акаций. Без них бы северная часть области давно бы превратилась в пустыню. Неприметные саженцы акации уже через пять лет превратятся в полноценные деревья. Это их первый день на песочной почве. Сейчас то время икс, когда земля примет растения. Природа поможет дождями, а летом песок разогревается до 70-100 градусов. И тут уже не до посадки. Вот стандартные посадочные материалы. Здесь корневая система хорошая. То есть хватит жизненных сил ему достать самому пропитание, так сказать. В питомнике рядом с Собливской неприхотливое дерево выращивают огромными партиями – 3 миллиона саженцев в год. Этим по 10 месяцев для посадки уже подходят. Трактор размягчает почву, чтобы саженцы можно было вынуть, не повредив нежные корни. Дальше только руками. Выбирают крепкие и готовые к жизни черенки. Отготавливаем материал к посадке, чтобы удобнее было сажать. Работа тяжелая, часами в поле. Но в этом есть особое очарование, говорит Александр Сахно. Он продолжает династию защитников леса за матерью и дядей. Мы создаем кислород первоочередной. Мы природу вокруг себя восстанавливаем и поддерживаем ее в надлежащем состоянии. Ну, кто, если не мы? Тракторист Анатолий Юмаголов вспоминает. Много лет назад на его территории были настоящие барханы. Теперь запустынивание предотвратили. Профессиональный успех измеряется в посаженных гектарах. Гектар, наверное, 4, что уже. А и много уже, сколько посажено, уже больше человеческого роста уже есть деревья. Часть питомника отвели под выращивание крымских сосен. Они в песке как родные. Но много вырастить не получается, не те условия земли. У нас питомник, почвы черноземные, тяжелые. Поэтому более подходит для выращивания акации белой, нежели для сосны. Для сосны нужна более песчаная, легкая почва. Сосну приходится закупать у других питомников. Растет она не так быстро, как акация. Этому миниатюрному лесу, например, 17 лет. Чтобы вырасти и самостоятельно размножаться, нужно еще лет 30. В целом, по области за прошлый год в 9 питомниках вырастили больше 12 миллионов саженцев. Часть продают другим регионам. Мы теперь обходимся своими саженцами, те, которые сами выращиваем, и те, которые мы сегодня можем, так сказать, предлагать и людям, и сами себе. Теперь основная задача – уберечь саженцы от пожаров. Ведь для создания полноценного леса требуется десятилетие. Юлия Карасюк, Тагир Фатахов, Дон-24, Обливский район. Смотрите во второй части выпуска. Взлет и 8 часов до цели. Истребители, базирующиеся в Миллерово, проводят дальние стрельбы на неизвестных полигонах в Бурятии. Подготовка к заправке топлива в воздухе, подготовка к выполнению боевых задач на полигонах. Газон на поле зазеленеет в мае. Готовность Ростов-Арены уже 76%. Белая кровля, синий в основном сиденье. У нас будет ряд красный абсолютно. Пришло время первых. Евгений Миронов представил в Ростове фильм о первом выходе человека в открытый космос. Он был очень впечатлен. Сказал, что ему впервые стало страшно, увидев то, что на экране он делает, что с ним произошло. 7,5 часов полета на 7 тысяч километров, три дозаправки в воздухе и ракетно-бомбовый удар по вражеским целям на неизвестной местности. Новейшие истребители Су-30СМ, согласно плану учений, вылетели с аэродрома Миллерово ночью для поражения целей в Бурятии. Авиация Южного военного округа впервые проводит масштабное учение с боевой стрельбой на незнакомых полигонах для 31-го авиационного истребительного полка, расположенного в Миллерово. Главная цель – подготовка летчиков. Подготовки летного состава, цены техники, опробование в различных условиях, на различных режимах. Ну и летного состава, также подготовка к заправке топливного воздуха, подготовка к выполнению боевых задач на полигонах. Боевые стрельбы авиации – очередной этап тактического учения 4-й армии ВВС и ПО Южного военного округа, которое началось в марте. Финальный этап проходит на полигоне в Бурятии. Там разыгрывают 15 тактических эпизодов с применением 250 единиц вооружения и техники, в том числе С-300ПМ, Панцирь-С, средств радиоэлектронной борьбы. Газон на Ростов-Арене появится уже в мае. А крас трибун повторит цвета донского флага. Как сейчас выглядит будущее футбольное поле и другие объекты стадиона, сегодня вместе с главой Минстроя оценила наша съемочная группа. Белоснежные мембраны над стадионом все больше. Кровля покрыта полимерным тентом уже на 20%. Укладочные работы скорректировали сильные ветры. Но сейчас строители набрали хорошие темпы и не сомневаются. К концу мая крыша будет готова. С высокой скоростью работают и над главным объектом – футбольным полем. Бетонное основание залито. Себеночное основание, вы видите, что оно укладывается. В общем-то, центр поля уже готов к укладке инженерных коммуникаций. Это и полифа, и рация, и водоотведение. Поэтому абсолютно никаких проблем нет. В мае здесь начнут сажать траву. Смотреть футбол на Ростов-Арене будет удобно с любой точки трибун. Насколько удачно все сконструировано, уже несколько раз проверяли эксперты. Как оказалось, не все новые стадионы могут похвастаться идеальным обзором. А наш – пример для подражания. Трибуны еще бетонные, но уже кое-где установили сидения. Пока это пробный вариант. Проверяют, насколько прочные крепления и решают вопрос цветовой гаммой. А определиться с ней было непросто. В долгих обсуждениях принял участие и губернатор. В итоге решили взять цвета флага Ростовской области. Белая кровля, синие в основном сидения. У нас будет ряд красный абсолютно. И для того, чтобы получить золотистый цвет, который присутствует в флаге Ростовской области, на восточной трибуне будет надпись «Ростов» русскими буквами. Вот такого золотистого цвета. Сейчас продолжают отделочные работы, облагораживают территорию, устанавливают медиафасады, контрольно-пропускные пункты и кассы. Общая готовность арены – 76%. Работы идут с опережением графика. Виктория Щетинина, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Евгений Миронов представил в Ростове свой новый фильм об одном из главных событий в истории освоения космоса. Время первых – это героический эпизод первого выхода человека в открытый космос. Летчика-космонавта Алексея Леонова и сыграл Евгений Миронов. Пока ждали экранного Леонова, проверяли зрители на знание истории создания картины. Например, такой вопрос – что было сложнее всего для Евгения Миронова на съемках? – Центрифуга, изображение невесомости, повисая на тросах в течение нескольких часов, стойка на руках в течение довольно продолжительного времени или же это многокилометровые пробежки? Правильный ответ знал самый юный зритель. Особенно тяжело дались сцены невесомости. В подарок – космическая еда. – Держи, компоты с сухофруктов достается именно тебе. – Невесомость, полетную часть, когда практически два человека находятся в одном аппарате, и очень тесным. И у нас тяжелые скафандры по 40 килограмм, еще их надували, огромное количество приспособлений тросиков, и очень скупое по пространству помещение. Реальная работа и современные спецэффекты, полное погружение в полет и выход в космос – все это, конечно, в фильме есть. Но Миронов хотел показать Леонова человека, Леонова художника. – Поступил, его взяли на художественную академию, но он отказался, потому что там стипендии меньше, чем в летном училище, ему необходимо было кормить ими. Так случайно Алексей Леонов и стал космонавтом номер 11 и первым в открытом космосе. – Кроме того, что мы должны были передать невесомость, мы должны играть драматические сцены. И они там очень острые. Там семь внештатных ситуаций. Семь раз они должны были погибнуть. Выйдя в космос, Леонов чуть там не остался. Скафандры раздулся, космонавт с огромным трудом протиснулся в люк. Причем не ногами вперед, как надо, а головой. При посадке отказал автоматика, и Павел Беляев, которого, кстати, играет Константин Хабенский, ориентировал корабль вручную. В фильме показаны мельчайшие детали, ранее неизвестные. Сам Алексей Леонов был консультантом. Когда-то он посмотрел американский фильм о космосе. Вышел и сказал – брехня. А вот работой своего друга Евгения Миронова остался доволен. Он был очень впечатлен. Сказал, что ему впервые стало страшно, увидев то, что на экране он делает, что с ним произошло. Олеся Слынько, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Город Таганрог, улица Фрунзе-10. Это адрес дома Раневской. Много лет разговоры о том, чтобы сделать здесь музей актрисы, были просто мечтами вслух. Но теперь все становится реальным. После восстановления облика и планировки особняка ему передадут Таганрогскому музею. Только лишь благодаря тому, что вот такое решение принял фонд Ивана Игнатьевича Савиди о выкупе квартир в первую очередь. И практически весь прошлый год шла эта процедура. Она, понятно, что не быстрая. Но все решено. Сегодня полностью жильцы переехали, в доме не проживают. В 1915 году Фанни Фельдман покинула этот дом и отправилась в Москву за мечтой – поступать в театральную школу. Но всенародной любимой актрисой она стала уже как Фаина Раневская. «Я никогда не была красива, но постоянно была чертовски мила». Ее колки или смешные фразы не по сценарию стали классикой кинематографа и ушли в народ. Вспоминать эти перлы, смотря фильмы с участием Раневской, скоро можно будет в кинозальчике на первом этаже ее родного дома. А на втором разместят личные вещи Раневской – мебель из московской квартиры, фотографии, награды. В собрании Таганровского музея-заповедника более 500 единиц хранения, связанных с ее именем. Конечно, как можно полнее мы восстановим облик особняка, то есть облик на момент проживания в нем семейства Фельдман. Но сама экспозиция, конечно, посвящена Народной артистке Советского Союза Фаине Григорьевне Раневской. Я говорю о Григорьевне, почему? Потому что на всех ее государственных документах она Григорьевна. Внимательный прохожий и на мемориальной доске прочтет Фаина Григорьевна Раневская. Но что-то менять в привычках сложно, так что оставим в обычных разговорах все, как было и есть много лет. Этот особняк на Тихой Таганровской улице ждут перемены. Конечно, внутри многое изменилось. За сто лет были перестроены квартиры, но осталось главное – остались стены. И осталась память о Фаине Георгиевне Раневской. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Дон-24, Таганрог. На сегодня это все новости. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова